Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. В Барнову пришла первая партия новых российских автобусов. Чем они будут отличаться от старичков? Убрать нельзя оставить. В Барнаульском поселке местные жители и полсотни собак из несанкционированного приюта борются за возможность нормально жить. В Крывой столице начали реставрацию старинной усадьбы Сухова, что расположится в зданиях после обновления. Размер хищения скандально известной главы агентства недвижимости «Жилфонд» вырос до 150 миллионов рублей. Об этом сообщили в Краевом управлении МВД. Ранее было известно о 100 миллионах. Новые суммы начали появляться после задержания в начале января бывшей руководительницы «Жилфонда» Людмилы Авдюхиной в Аргентине. К тому времени она почти год скрывалась в жаркой стране от международного розыска. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В деле фигурируют 30 потерпевших. Следователи направили необходимые документы для ее экстрадиции на родину. В Барнаул пришла первая партия новых автобусов, а именно 9 машин. Пока транспорт находится на площадке гор электротранса. Напомним, всего для краевой столицы правительство закупило 41 автобус отечественной марки «Нифас» стоимостью порядка 700 миллионов рублей. Автобусы будут работать на первом и десятом маршрутах. Из достоинств вместимость более 100 человек. Система кондиционирования для обеспечения комфортной температуры в салоне. Электронная система оплаты с помощью терминалов. USB-порты для зарядки устройств. Добавим, поставка еще 32 автобусов ожидается до конца февраля. Десять жителей края сегодня получили жилищные сертификаты. Право на документ, согласно постановлению губернатора края от октября 23-го, есть у сирот, которые участвовали в специальной военной операции и которым уже исполнилось 23 года. Сертификат приравнивается почти к 3 миллионам рублей. Их можно потратить на приобретение жилья, дома с земельным участком или квартиры. Вручались сертификаты в том числе и членам семьи военного, если он на данный момент находится в зоне боевых действий. Какой процент покупки покрывает? Примерно. Ну это же все зависит от того, что выберем мы. То есть это может быть и одна четвертая, и половина. Ну пока думаем, что примерно одна четвертая. Если раньше помощь оказывалась только в виде предоставления готового жилья, то с 21-го года также выдается сертификат на его приобретение. Сейчас в регионе в очереди стоят почти 6 тысяч детей-сирот. В прошлом году в Алтайском крае на такую поддержку направили 2 миллиарда рублей. Те возможности, которые может сегодня позволить нам строительный комплекс, Те возможности финансовые, которые может себе позволить регион, ну позволяют нам порядка 600-700 человек таким жильем обеспечивать. А каждый год в очередь встает еще примерно 500-600 человек. Поэтому мы будем наращивать объемы финансирования и делаем это последние годы. К другим темам. В Барнольском поселке Лесной может развернуться трагедия. На одном из жилых участков незаконно функционирует приют для животных. Соседи, уставшие от лая и неприятного запаха, уже выиграли суд с требованием ликвидировать приют. Прошло полгода, но ничего не изменилось. Различные ведомства переводят волонтеров друг на друга в поиски нового дома для собак. Обречены ли полсотни животных на голод и холод? Расскажем далее. Куриные остовы, каркасы. Моразум их называют. Сколько раз в день они кушают? Один раз. Один раз. Но досы-то. Раз в неделю семья Понтяминых привозит в лесном мешке костей и мясо для питомцев несанкционированного приюта, который организовала местная жительница. Сейчас она в больнице, а собаки на произволе судьбы. Это Амур. Его спасли, он был переломан и попал в машину. Это дружок. Это дружок. Очень ласковый пес. Мы его отсадили из вольера. Его там обижали. На произволе собаки давно. Хозяйка дома за несколько лет не установила забор. Животных держала в вольерах высотой ниже собачьего роста. На участке был мусор. Соседи, уставшие от шума и вони, обратились в суд и выиграли с требованием ликвидировать приют. Но спустя полгода ничего не изменилось. А из-за болезни женщины кормить собак приезжают волонтеры. Они же навели порядок на участке и сколотили несколько будок. Из-за тесноты в вольерах одного песика загрызли. Волонтеры и выслушивают сейчас недовольных соседей. Вы ездите же, разыковываете, вы же кормите собак. А вы хотите, чтобы они умерли с голоду? Просто уберите их отсюда. Куда? Я не знаю. Собаки добрые, стерильные, социализированные, не опасные для общества абсолютно, но не приспособленные к курсу. Сейчас здесь 59 собак. Большинство на привязи, но есть и такие, кто в свободном выгуле. И в принципе они могли спокойно отсюда уйти, но тем не менее остаются здесь. И так поступит большинство собак, если их отвезать, говорят волонтеры. И тогда непонятно, как исполнять решение суда, если отвезать собак, рассуждают люди. Получается, собак нужно куда-то организованно перевезти, но вопрос куда? С весны 2023-го волонтеры ведут переписку с разными ведомствами. Так, в Краевом управлении ветеринарии им посоветовали обратиться в Ласку. В Ласке места нет, ответили в мэрии. А если волонтеры хотят создать центр, нужно обращаться в управление имущественных отношений края. В последнем сообщили, что для размещения приюта рассматривают участок на проспекте Космонавтов 52М. Других вариантов нет. Есть брошенные дома, есть брошенные деревни, есть брошенные фермы. Да перевезите вы их туда и пусть, если они такие хорошие, пусть они кормят их там. Комитет считает целесообразным передать большинство животных новым владельцам или в приют для животных, либо в муниципальную собственность. Это же собаки города. Это же собаки города, собранные с улиц города. Их же никто не плодил специально. Поэтому я надеюсь, что нас услышат все равно. В молодой организации «Мы в ответе» пять волонтеров. Эти собаки – их единственные подопечные. За полгода они пристроили восьмерых песиков. Волонтеры не перестанут искать участок для приюта и обращаться к властям, но надеются найти добрых людей, которые подарят собакам дом, а не будку. Все скажи, возьмите меня домой. Возьмите меня домой. Я буду вас любить. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Стали известны подробности задержания мужчины с головой медведя в багажнике в октябре прошлого года. Следователи установили, что 63-летний обвиняемый получил части туши и шкуру медведя в гостях у родственников Томской области и надеялся, что на границе не будет детальной проверки транспорта. Оказался неправ. Мужчину задержали при попытке выехать из России. В транспортной полиции края сообщают, что за покушение на контрабанду обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. К реставрации старинной усадьбы приступили в Барнауле. Она уникальна тем, что входит в число трех крупнейших купеческих комплексов в Барнауле и объединяет несколько исторических зданий, которые были построены еще до упустошительного пожара 1917 года. После обновления усадьба предстанет в первоначальном облике, а внутри нее расположатся фешенебельная гостиница и ресторан в стиле 19 века. Подробности в сюжете Елена Макаренко. Огромная купеческая усадьба Суховых, вот в середине въездные ворота со львами конца 19 века, жилой дом, универсальный магазин 1880-х годов и потом 1890-х. Общая площадь до тысячи квадратных сажений, то есть 4000 квадратных метров. Пересечение базарной площади и улицы Большой Тобольской, ныне проспекта Социалистического и улицы Льва Толстого. Здесь стоит старинный дом, который многие современники помнят как торговый центр «Империал». Памятник архитектуры середины 19 века пережил разные события. И сейчас в его судьбе новый крутой поворот. Через 160 лет зданию вернут исторический облик. И выстроен он был купцами Суховыми. Вероятнее всего Дмитрием Никифоровичем Суховым, который владел, ну собственно, крупным торговым корпусом на базаре, владел Кожевиным заводом. В общем, это был по тогдашним меркам олигарх. И вот он себе на базарной площади выстроил большой жилой дом. У него было, кроме двух этажей, еще цокольное помещение. Сейчас мы его не видим, оно заделано. Но там еще вниз есть помещение довольно-таки большое. Отреставрировать не только особняк известной Барнаульской династии, но и соседнее с ним здание, торговую лавку Суховых, решил один из местных инвесторов. Он считает, что воссоздание исторической архитектуры вопрос очень сложный и пока не раскрывает подробности. Но известно, что проект реставрации уже прошел все необходимые экспертизы, получил одобрение общественного совета города. На днях на объект зашел подрядчик. Прежде всего, конечно, мы заказчики, мы все заботимся о том, чтобы сама основа здания, это фундаменты, стены и прочее, привести в соответствующее состояние, в необходимое рабочее состояние. Поэтому сейчас ведутся работы по укреплению фундаментов, гидроизоляции и отводу грунтовых вод. После укрепления и восстановления основных конструкций здания займутся фасадом. В особняке разместится гостиница, а по соседству – ресторан. Дизайнеры в данный момент еще работают над интерьерами заведений, но оба они будут стилизованы под XIX век. Здесь будут представлены и находки, которые здесь в процессе раскопок и довелись изучение памятника, очень интересные артефакты. Здесь будут представлены, конечно, я думаю, исторические фотографии, того, какой он был, Сулуховых, может быть, кто владельцы были. Сроки завершения реставрации не называют. Старинные объекты непредсказуемые, многое может меняться по ходу работ. При этом затраты – миллионные. Специалисты обращаются к властям города и края с просьбой всячески содействовать реализации проекта. По их мнению, после завершения работ, купеческая усадьба Суховых может стать жемчужиной туристического кластера. Любое старинное здание, особенно такое старое, вызывает интерес гостей и приезжих. Я совершенно точно могу сказать по своему личному опыту, как экскурсовода, что да, любят у нас смотреть на старые кварталы. Безусловно, у них есть определенная атмосфера, определенный шарм этих кварталов. И, конечно, если вот это здание будет отреставрировано, и оно будет отсылать нас с 19 века, конечно, все будут смотреть, фотографироваться здесь. Сегодня в Барнауле частные лица реставрируют 8 старинных зданий. То, что инвесторы начинают поворачиваться лицом к истории, радует краеведов. Они говорят, это уже во многом благотворительные бизнес-проекты, которыми как раз славился Барнаул в дореволюционное время. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле бывший военный объект превратят в общественное пространство для отдыха и развлечений. В течение нескольких лет для горожан построят крытый каток площадью 800 квадратных метров и Большую горку. Где находится бывшая армейская позиция и кому принадлежит идея и инициатива строительства, расскажет Юлия Щепина. Поселок Приозерный, Власиха – территория бывшего военного объекта. Эксперты и историки предполагают, что когда-то здесь была развернута одна из позиций ПВО. Что мы сейчас видим, это бывшая военная база. Мы ее взяли с аукциона для создания общественного пространства. То есть в мечтах сделать крытый каток внутри здания, это 800 квадратных метров. По бокам сделать места отдыха, может быть какие-то шатры для свадьбы, либо что-то подобное. В планах построить Большую горку с соблюдением всех норм и дополнительно высадить деревья для создания комфортной среды. Александр приезжал сюда в детстве с семьей на отдых, вспоминает он с теплотой. А недавно стало известно, что армейское сооружение планируют забрать под коровник или свиноферму. Поэтому пришлось взять его в аренду с последующим выкупом. Я думаю, что нужно, конечно, но чтобы не нарушать природу, чтобы делать такое, чтобы в гармонии было. Пускай развивается поселок, это хорошо. Это тут еще заселен только наполовину, а народ-то будет много и детей будет много. Поэтому я думаю, что для будущего это хорошо будет. А пока строение шириной 12 метров и высотой не менее 6 завалено мусором и стройматериалами. Сейчас самая главная проблема – это убрать тот мусор, который скопился десятилетиями. Это бетонные конструкции, это бытовой мусор. А мусор будем убирать, перерабатывая этот бетон в вторичный щебень. То есть не просто закапывая, не куда-то вывозя его. То есть мы сторонники того, сохранить природу максимально. В планах осуществить все работы за три года. И, возможно, скоро это место станет точкой притяжения для всех барнаульцев. На основе их работы сдают книги. Благодаря их исследованиям удается улучшить товары первой необходимости. В Алтайском государственном университете прошла генеральная репетиция «Предварительная защита будущих участников Всероссийского конкурса имени Менделеева». Валентина Аскерова побывала на предзащите и готова рассказать подробности. Достаточно небольшая книга. Внутри, собственно говоря, вариант моей работы. То есть вот начинается глава первая. Идет в конце также приложение. На основе научной работы школьника целая книга. Десятиклассник Никита Татаринов изучил историю трудового лагеря на территории Троицкого района. Написал научную работу. Вскоре труд школьника издали отдельным тиражом. Одно из направлений – это изучение калмыцкой трагедии. И у нас было очень много калмыков на территории нашего района. Один из них – это заслуженный деятель культуры калмыкии Иван Немгирович Басангов, который отбывал ссылку. И он очень заинтересовался нашей работой. Он поддерживает связь с нашими краеведами. И попросил прислать работу Никиты ему ознакомиться. И вскоре нам сообщили, что наша работа издана отдельной брошюрой. Сама работа для меня достаточно интересна. То есть само собой поражает те условия, в которых жили заключенные. То есть условия очень тяжелые. Буквально борьба за жизнь каждый день происходила. Это холод, это голод, какие-то болезни постоянные, антисанитария. И само вот это поражает, если узнавать эту тему, вдаваться. Совсем скоро Никита и еще 10 талантливых алтайских школьников представят свои научные работы по краеведению, физике, химии и другим областям науки на Всероссийском конкурсе имени Дмитрия Ивановича Менделеева. В преддверии важного события в стенах классического вуза прошла предварительная защита будущих участников конкурса. За выступлениями наблюдали светила науки Алтайского края. Среди участников конкурса Алина Шерифулина. Школьница оценивала физико-химические показатели молока местных производителей. Иногда получилось так, что мы покупали молоко, у которого срок годности еще хорошее, еще его можно пить, но когда открывали бутылку, через день, через два оно начинало скисать. Поэтому, возможно, нужно над упаковкой поработать, либо же транспортировать в правильных условиях. Победа во Всероссийском конкурсе имени Менделеева принесет школьникам не только дипломы и награды, но и поможет при поступлении в вуз. Пожалуй, это один из важнейших конкурсов, который включен в перечень определенных конкурсов, за которым могут добавляться баллы при поступлении. И, пожалуй, это хороший, положительный, скажем, продукт, которым можно разместить в портфолио учащегося. Алтайские школьники уже восемь лет принимают участие во Всероссийском конкурсе имени Менделеева. Привозят золотые, серебряные, бронзовые медали. Этот год, уверены доктора и кандидат наук, не станет исключением, и старшеклассники достойно представят наш регион. Татьяна Голубева, Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. В январе ему бы исполнилось 86 лет. Поэту, автору-исполнителю, актеру театра и кино Владимиру Высоцкому. Его песни до сих пор актуальны, а в его день рождения по всей стране проходят концерты. В крепостном театре в выходные вновь звучал Высоцкий в исполнении алтайских музыкантов. Здесь сегодня не только музыканты, но и театральные актеры. Программу концерта вместе с известными в авторском исполнении песнями включили и редкие, написанные специально для женского вокала. Мы вас ждем, дорогие теканей. Добрый час, добрый час, добрый час. Пусть по пункту ветви пьедут, а ласкают вам спины. Это прекрасная возможность. У Высоцкого есть отдельная, так скажем, плеяда песен женских. И всегда очень приятно их исполнять. Множество других знакомы практически каждому в нашей стране. На этот раз они звучали в новой аранжировке. Хотим мы собрать на базе барнаульских, опять же, рок-музыкантов, исполнителей бардовской песни и так далее, что-то типа клуба, наверное, какого-то может быть, да, или компаний единомышленников для проведения концертов разнообразнейших. В каводах зеленый штоп, белый салфетки рай. Для нищих и шутов, а мне шкать птицы в клетке. Билеты на концерт раскупили почти за месяц. В зале полный аншлаг. Разочарованных не то, чтобы не было. Зрители в восторге. Концерт очень понравился. Я в диком восторге подпевала все песни. И очень жалко, что быстро закончилось. Я думаю, получится. Раз в год мы такие мероприятия будем проводить. Я думаю, нам это интересно. Театр интересно, по крайней мере. В планах организаторов уже и новый концерт. Ведь готовятся к нему всегда заранее. Чтобы все получилось, нужно много репетировать. Ведь творчество Высоцкого – это для музыкантов любого уровня – высокая планка. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком. И к новостям спорта. Порядка ста игроков футбольная школа Алексея Смертина получили заслуженные награды по итогам 2023-го. Представителям ведущей школы в Сибири и на Урале есть чем гордиться. Юноши и девушки принимали участие в турнирах самого разного уровня. От первенства города до чемпионата в Сибири. Подробности у Дмитрия Дроздова. Песни и танцы сейчас, а в спортивный сезон полная концентрация на футболе. И это дает свои плоды. В футбольной школе Алексея Смертина сейчас 39 групп разного возраста. И все они на протяжении 2023-го года забирали призовые места. Как на городских, так и на краевых, сибирских и всероссийских турнирах. Мальчики 2006-го года участвовали также в первенстве Сибири и Дальнего Востока, заняли второе место. Это основные достижения, которые я считаю более значимы. Также команда взрослых стала вторым призером первенства края. В различных турнирах у нас очень много в первенстве города команд стало победителями. Настоящим прорывом года можно считать женский футбол. В прошлом году впервые Российский футбольный союз организовал юношеский турнир среди девочек до 14 лет. Наша команда «Алтай» под руководством опытных наставников выиграла золотые медали. Набрались опыта и познакомились с необычным регламентом турнира. Был интересный проект, необычная система начисления очков. Мы за каждый забитый гол получали 0,5 балла, тем самым за одну игру мы могли заработать до 7 очков. Интересная система, я думаю, что в 2024 году не продолжит эту же схему. Всего по итогам 2023 года различные подарки от друзей и спонсоров школы получили порядка 100 игроков. Одна из главных задач на предстоящий сезон – успешное выступление парней в юношеской футбольной лиге. На ЮФЛ зайти в тройку нужно. Нужно работать над реализацией, чтобы больше моментов забивать. Сезон для юношей стартует в мае и хочется верить, что и в этом турнире «Алтай» поднимется на пьедестал. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok